Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Что делать, у меня свидание, а я не общительный, вдруг я ему не понравлюсь и опять без парня останусь. Первое. Что делать, чтобы что? Второе. Почему вы думаете, что ему не понравитесь? Здесь у вас наблюдается проблема неуверенности в себе и самооценки. А также есть определённые страхи, судя по всему. Дальше. Опять без парня останусь. Вот, замечаете ли вы или нет, но в данном случае можно предположить, это именно что предположить, что парень для вас является чем-то вроде таким, знаете, элементом стапуса. Чем-то это что-то вроде удобной шубы, что-то вроде аксессуара. То есть, понимаете, с таким же успехом вполне можно было бы сказать, вот я опять останусь без телефона, например. Я опять останусь без, не знаю, любимой газеты, например. Да? То есть, вот это вот какое-то такое восприятие парня не как самостоятельной единицы, не как личности, не как... ну... не как самоценность, скорее. вот. Понимаете, да? Понимаете, о чём здесь речь? И вот это то, что является, пожалуй, проблемой, потому что... скорее всего... вы точно... точно так же... воспринимаете... скорее всего... вы точно так же воспринимаете и... себя. тоже. То есть, к себе вы относитесь так же. То есть, вы себя воспри... эм... себя воспринимаете... в... как будто бы... ну... похожем ключе. это... что вот... я... такая. Что... я тоже... эм... что-то вроде... аксессуара... а... для... ну, например, для мужчины. Да? хотя... на самом деле... это не так. Вы... не... аксессуары... для мужчины. А... мужчина... э... точно так же... э... не может быть... аксессуаром для вас. Понимаете, да? Вот. вот. То есть... как... как мне видится... и... как мне... кажется... в первую очередь, вам нужно увидеть... эм... то, как вот вы воспринимаете себя... и... как воспринимаете... эм... ну... мужчину. то есть... в каком... ключе. и... здесь мы... э... само собой... э... переходим... к тем основаниям... которые... э... э... на которых... вы выстраиваете отношения с... эм... ну... с мужчинами. То есть... что это за основания? Какие это основания? Что из себя представляют эти... да? Вот. Если... вы... на... э... на это... э... будете... обращать... ээ... эээээ... Павло, понравитесь ли вы кому-то или нет, вообще не было актуальным, от слова совсем, чтобы это было не важно, опять же, от слова совсем, чтобы это не было важным, понимаете, но для этого, само собой, нужно переводить общение немножечко в другое русло, переводить компакт немножечко в другое русло, чтобы свидание с, ну вот, значит, с мужчиной для вас было средством но не целью, а сейчас для вас свидание, ну вот, с мужчиной это цель, то есть свидание это предмет вашего стремления на данный момент, ну вот и ничего хорошего из этого не может получиться, потому что главное не свидание, главное не свидание, главное человек, контакт с человеком, возможность провести с ним время, понимаете, но если вы неким таким магическим образом, это просто фигура речи, если вы магическим образом на самого человека не обращаете внимания, если каким-то магическим образом вы фиксируетесь на нём и на себе как на ценность, как на, ну, объекте, то есть вы воспринимаете его и себя как объект, как своего рода такой аксессуар, по типу, ну, по типу той же одежды, да, того же телефона и так далее, вот, то это сделать сложно, и свидание в таком случае действительно превращается в испытание, в серьёзное, мощное, тяжёлое испытание, поэтому, конечно, необходимо фокус внимания смещать, это совершенно очевидно, это совершенно, ну, на мой взгляд, это совершенно понятно и то, что требуется, то, что требуется сделать, вот, ну, вот в смысле того, да, что может, там, условно говоря, сделать для вас психолог. Ну вот, в свою очередь, в свою очередь, чтобы это стало возможным, крайне желательно чем-то увлечь, то есть желательно, чем-то увлекаться, желательно, чем-то увлекаться, желательно, чтобы вам что-то нравилось, чтобы у вас были интересы, чтобы вы могли об этих интересах говорить, чтобы вы могли о них рассказывать, да. То есть, ну, например, я приведу такой довольно, может быть, банальный, банальную такую зарисовочку, но, тем не менее. Когда я с чем постолкнулся? Например, с книгой, допустим. Да? С книгой. И книга меня впечатлила. Впечатлила меня настолько, что у меня появилась масса эмоций. Ну вот, она у меня вызвала массу эмоций. Книга. Да? Вот. И я хочу ими эмоциями поделиться. Ну, поделиться с вами, например, уже. Понимаете, да? И я с вами делюсь ими. Вот эмоциями делюсь. У меня нет цели вам понравиться, у меня нет цели вас завоевать, у меня нет цели и сделать вас своим аксессуаром. Понимаете, да? Никакой такой цели нет. А просто рассказ, просто процесс, процесс донесения до вас моего отношения к книге. Ну, ну, например, к книге. На самом деле это может быть вообще все что угодно. Совершенно необязательно эта книга. Книга это просто пример. Вот. Ну, а теперь вы можете, для сравнения, для сравнения, вы можете просто спросить себя, а как я? Как я обычно обращаюсь с своими интересами. Если они у меня, если есть, то как я их вот, ну, как я их проявляю, да? Что я с ними делаю, если я с ними что-то делаю. И так далее. Почему люди боятся, что им, например, не о чем будет говорить друг с другом? Потому что речь идет не об интересах. Потому что речь идет о другом. Речь идет не об интересах, а о желании, об потребности понравится. Отстыли и такая проблема. Понимаете это? Понимаете, да? Ну, в любом случае, я очень надеюсь, что, ну, хотя бы немножечко вам понятно то, о чем я здесь говорю. И вот наша задача заключается в том, чтобы вы начали обращать внимание на другие вещи. Понимаете, да? Не на вот то, что вы сейчас обращаете внимание. А на другие вещи. В первую очередь, в первую очередь, конечно, я говорю исключительно о вас. То есть я говорю о том, что нравится. Я говорю о том, что интересно. Что увлекает, что привлекает именно вас. И когда на это вы будете обращать свое внимание и делиться этим как раз таки с людьми, проблематика сама собой отпадет. Ну, вот я имею в виду, по крайней мере, я имею в виду, вот ту проблематику, которую вы описываете. Ну, вот сейчас, да, с точки зрения психологии, с точки зрения вот психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Вот. Обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать базовые постулапы для психотерапии. То есть позволит вам определить и увидеть то, чего бы вы хотели. Какую бы проблему вы хотели бы решить. Удачи.